Сейчас огромный интерес к этой теме. Это вызвано тем, что, к сожалению, плохие мальчики, хакеры, киберпреступники, они все больше и больше внимания уделяют именно промышленным объектам. Поэтому, если раньше под угрозой, под атакой находились только индивидуальные жертвы, малый и средний бизнес, к сожалению, за последние десятилетия хакерские банды стали гораздо более профессиональные, они начали атаковать крупные предприятия в том числе и постепенно сдвигаются в сторону атак на промышленные объекты. Мне очень понравилась эта дискуссия. Скажу честно, я не услышал там для себя ни одной противоречивой мысли. Я практически со всем согласен. Если бы я был с чем-то не согласен, я бы молчать не стал. На самом деле, мне очень приятно то, что и государства, и большие корпорации, они начинают понимать вопросы и проблемы кибербезопасности примерно так, как понимаю их я. То есть мы идем в одном направлении, примерно в одном русле. И это очень хорошо. Это как бы такое дает большие надежды на то, что мир удастся спасти. Реальность такова, что цифровые технологии становятся крайне важными, они становятся критически важными, они становятся частью критической инфраструктуры. Именно поэтому не только в России, но и в других крупных странах, в регионах, крупных регионах, довольно на полном серьезе обсуждаются вопросы той же самой локализации, той же самой переноса данных на свои территории, локализации технологий. Поэтому мы, на самом деле, Россия в этом отношении не является уникальной страной. Мир постепенно переходит в цифровой век. А это означает, что цифра будет самой главной, все остальное будет вторичным. А когда цифра самая главная, она является критической инфраструктурой. Ни одно здравомышленное государство не отдаст управление критической инфраструктурой куда-то за рубеж. И самые большие проблемы, с которыми сталкиваются российские разработчики и заказчики, заключаются в том, что в течение долгого срока подобной разработки, данной технологии, они были в полном загоне. То есть ими не занимался никто. И очень многое приходится поднимать с нуля. Это, во-первых. Во-вторых, к сожалению, у технологических компаний, у многих, очень малый или никакой опыт развития зарубежных бизнесов. Без развития продаж за границу, на самом деле, по большому счету, у многих проектов будущего нет. Потому что они просто не будут окупаться. Поэтому для того, чтобы создавать передовые технологии, необходимо не только ими заниматься упорно, долго, но и фокусироваться на зарубежье, причем не только ближнее, но и дальнее, для того, чтобы деньги зарабатывать. Это из проблем. Из того, что есть, и то, что очень хорошо, на самом деле, у нас, как я считаю, у страны, очень большой потенциал, потому что огромное количество очень грамотных, правильных инженеров российской системы массового технического образования до сих пор, мне кажется, в самой лучшей мере. И есть огромный потенциал именно потому, что каждый год выпускают многочисленные технические университеты, выпускают огромное количество очень талантливой молодежи. Да, абсолютно. Только замахиваться нужно не на весь мир, давайте себе, так сказать, смотреть на вещи реально. В некоторые страны, в некоторые регионы вход будет невозможен или крайне сложен. Поэтому нужно смотреть, в первую очередь, на дружественные рынки, где, в общем-то, работать можно и нужно. И мой опыт об этом говорит. Да, нужно двигаться туда. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!